Всем привет! Посмотрите передачу Время Творить. С вами Самира и Амира. Итак, ребят, сегодня мы будем рисовать чехол для телефона. Для этого нам понадобится бумага, шаблон или телефон, под который вы будете это все делать, акварельные краски, вода и кисти. Для начала давайте возьмем и уберем старый чехол, то есть вот такая вот подкладка, между прозрачным вот этим вот чехлом и телефоном. Мы сейчас ее возьмем и обведем, то есть мы будем заменять вот эту вот часть. То есть если вы хотите сделать какую-то классную картинку, вот мы сейчас возьмем его, приложим к бумаге, можно это сделать от края вот так и обведем. Далее все это мы будем вырезать. Берем простой карандаш, можно это сделать используя ровный угол бумаги, можно это сделать вот так полностью. Сейчас я обведу, Самира, тебе тоже, да. Либо можно вымерить по телефону, да, по его размеру и подобрать самостоятельно, нарисовать такой прямоугольник. Серединку мы тоже, ребята, обводим, да, потому что потом это в дальнейшем будет вырезаться. Я вам посоветую, пока у вас бумага не мокрая, ну или либо дождаться потом уже, когда подсохнет, вырезать, в общем, когда бумага будет сухая, либо в начале, либо в конце. Потому что тяжело вырезать даже канцелярским ножом, она начинает мяться и, в общем, не режется. Так, Самира, теперь бери ты, держи, прикладывай, обводи. Я пока возьму ножницы и буду вырезать то, что мы начертили. Тут я отделю сразу, чтобы было удобнее вырезать. Так, это мы в сторонку откладываем. Так, давайте, наверное, сразу вырежем серединку. Для этого можно использовать канцелярский нож. Мы его вот приготовили. Подложите под низ либо стекло, либо резиновую такую поверхность специальную. Ну, наш стол рабочий, поэтому мы это делаем прямо тут. Вы обязательно делайте это на таких поверхностях, чтобы их не повредить. И будьте осторожны с канцелярским ножом. Аккуратно вырезаем по линиям. Будьте осторожны, еще раз повторюсь, лезвия очень острые. Либо попросите родителей, кого-нибудь из взрослых. Да, лучше, конечно, это делать канцелярским ножом. Намного аккуратнее получается. Убираем это. И вот у нас получилась такая серединка. Так, Самирчик ты вырезала, да? Давайте я Самире тоже вырежу серединку. Держи Самирчик. Есть. Теперь, ребята, будем работать красками. Можно подложить сюда, да? Листочек, чтобы не запачкать лишний раз стол. То есть сейчас мы с вами будем рисовать звездное небо. Наше любимое. Очень часто мы его изображаем. Мы как-то с вами рисовали в одном из выпусков такое звездное небо. Мы сейчас будем с вами использовать очень яркие цвета. Давайте выберем кисти, да? Самир какую-то кисть возьмешь, пока тебе удобно. Это пока отложим. Это пока можно тоже отложить. Сейчас мы смачиваем кисть и начинаем сверху вниз заполнять наше пространство разными цветами. Это у нас классическое такое закатное, предзакатное небо, да? Переходящее из темноты в такой яркий желтый. То есть начинаем с какого мы обычно? С фиолетового. Фиолетовый, синий, да? Вот давайте возьмем синий либо фиолетовый. То есть без разницы, в принципе, с какого начать. Так, я возьму синий цвет. Берите очень густо. Прежде, если хотите, кстати, ребятки, вы можете смочить лист, да? Чтобы он был с растекающимися красивыми разводами. Давайте смочим лист вот так. Либо чистой кистью, да, водой. Держи. Пусть он чуть-чуть пропитается. Можно этого и не делать, по желанию, как хотите. В принципе, будет и так, и так красиво. После этого мы берем с вами, как уже я говорила, набираем ярко-ярко синий или фиолетовый цвет. И начинаем вот такие вот горизонтальные мазки оставлять. Нам нужно, чтобы хватило на каждый цвет, да? То есть у вас идет один цвет, потом следующий, переходящий друг в друга плавно. Поэтому старайтесь их не слишком такими делать. Большими, широкими, длинными. Чтобы осталось место на другие. Теперь я возьму фиолетовый. А замерную в один киний, да, наверное? Давай поближе сделаем. То есть сейчас вы уже намочили лист, и поэтому старайтесь поменьше воды добавлять. И наносим следующий цвет. Помните, как мы делали с вами небо? Потом споласкиваете кисть и берете какой-то другой оттенок. То есть это может быть переход от холодных оттенков к теплым, да? А холодные оттенки это у нас какие? Холодные оттенки фиолетовые, синий комполь. Да. То есть все, что у вас есть на палитре, какие мы использовали, вот это мы использовали. Такой ближе к небесному голубому. Такой тепленький синий. Он как-то поярче, да? Споласкиваете кисть и следующий цвет можем нанести с вами, ну, например, пусть это будет какой-то бордовый, да? Либо может быть алый, но старайтесь от темного к светлому, чтобы у вас все был переход. Далее я возьму алый красный. Самирчик, ты можешь какой-то другой цвет взять, который тебе нравится. Дальше у нас с вами пойдет оранжевый. Не забывайте споласкивать кисть, потому что у вас будет грязь, да? Если вы не будете хорошо полоскать, останутся другие цвета, будет некрасиво. Очень красивый переход от алого к оранжевому. Мне очень нравится, так ярко. Так, далее давайте возьмем, у нас тут есть желтый темный и желтый светлый, да? Ну или лимонный, как это сказать правильно. Вот мы с вами возьмем сначала потемнее, а потом возьмем тот, что посветлее. То есть его нужно густо набрать, чтобы он ярко-ярко прям проявился. И наносим его после аранжевого, след прям. То есть вы можете вот так домешивать цвета, пусть они смешиваются. Споласкиваем кисть и берем лимонный, желтый. Наносим его и покрываем до конца уже, да, весь чехол наш будущий. Здесь получился резкий переход от оранжевого к желтому, поэтому я здесь чуть-чуть кистью вот так размою границу. Теперь, ребят, если у вас есть вот такие вот разводы, да, если где-то у вас получилось много воды, вы можете просто это аккуратно, так сказать, слить, да? Ну, то есть убрать эту воду излишки. Можете чуть-чуть согнуть посередине бумагу, чтобы стекло в одну сторону и в другую, да? Аккуратненько. Либо просто взять кисть сухую, ну, относительно сухую, да? И собрать излишки кончиком кисти. Только делайте это аккуратно. Теперь нам нужно чуть-чуть подождать, чтобы краска подсохла, и мы будем делать звезды. Краска подсохла, ребят, теперь мы можем сделать звезды. Звезды, вы знаете, как делаются. Берете белую краску, кисть, либо щетина, либо обычная белка, и начинаете делать брызги. Как это можно сделать, вы уже знаете. Наводим краску, можете на листочек или прямо отсюда, из баночки, как удобно. И начинаем делать брызги. То есть я вот возьму сейчас щетину. Чуть-чуть воды, да, добавим. И вот такими движениями, только, ребят, не перепутайте к себе, не на себя, чтобы брызги летели на бумагу. И мы прямо сверху нашего будущего чехла начинаем разбрызгивать краску. У нас покрывается все небо звездами. Местами даже где-то космос, да, появляется. Теперь нам нужно подождать, пока краска высохнет. Ребят, краска высохла, и наш чехол готов. Нам осталось его только вдеть вот сюда, да, смотрите, и вставить сам телефон. И у нас получается вот такая вот красота. На этом все. Не забывайте творить. До новых встреч. Пока. Пока.